Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Выпуск вечерних новостей. В студии Кульмира Тимиргалиева сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Благословенное жилье. Счастливые новоселы получили ключи из рук Верховного муфтия Казахстана. Инновация в пробирке. Коллекционный сад грецких орехов появился в Алматинской области. Ясельный бум. Алматинская область – лидер по охвату детей дошкольным образованием. Сразу 10 жителей края ЖТСУ стали счастливыми новоселами благодаря общественному проекту Елюлеса-Патерге. Ключи от заветных квартир вручил лично председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий страны Наурзбай-Таганулы. Мечты сбываются. Заветные жилые квадраты получили 10 жителей Аксусского, Сарканского и Панфиловского районов. Всего республиканская акция Елюлеса-Патерге помогла обрести собственную крышу над головой более чем 300 семьям. Проект инициирован общественным фондом ЗИКИТ и Духовным управлением мусульман Казахстана. Средства фонда пополняются неравнодушными гражданами, меценатами и спонсорами. Так, совместными усилиями мать двоих детей Аймбопет Оксанова обрела собственную крышу. Спасибо большое. Это один из самых моих лучших дней. И это не единственная помощь, которая нам оказывается. Неравнодушные люди всячески помогают материально. Дай Бог всем здоровья. Также благотворительную помощь получили семьи из других регионов области. По линии республиканской акции Кушбелек-Кирюен в районы отправились караваны с 10 тоннами угля и 11 тоннами продуктов первой необходимости. Мы все должны помогать друг другу. В единстве наша сила. Мы благодаря неравнодушным меценатам и спонсорам и дальше будем помогать нуждающимся. Подарки пополнили необходимый багаж и новой инфекционной больницы Талакургана. Ознакомившись с деятельностью медицинского учреждения, глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурзбай Таганулу вручил новый аппарат ИВЛ из 17 тоннометров. Также три медработника удостоились благодарственных писем и ценных подарков за плодоторную работу в период карантина. С момента карантина наша нагрузка увеличилась в разы. Спасибо за оказанное внимание в виде благодарственного письма и подарков. Я работаю 12 лет в сфере медицины и всегда приятно получать награды. Это дает мотивацию и новые силы, чтобы двигаться вперед. Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Будущее в руках молодежи. Именно в них надо закладывать духовные ценности и правильное воспитание, основанное на добрых поступках. Подытожил свою речь в Верховной Муфтии на встрече с активной молодежью в крае ЖИТСУ. Новая мечеть распахнула свои двери в областном центре. Ее построили при поддержке фонда Салихалу Урпак. Мусульманский храм отличается внушительным внутренним пространством. Здесь одновременно могут находиться около трех тысяч молящихся. Наша съемочная группа приняла участие в открытии религиозного объекта. В церемонии открытия началась молитва главного имама области. В торжественной церемонии приняли участие Верховные Муфтии Казахстана. Наурсбай Кажа Таганулы, глава Алматинской области Амандык Баталов и меценат Болат Назарбаев. Поздравление почетных гостей верующих, чтение Корана, традиционное перерезание ленты и первая экскурсия по залу мечети сопровождали историческое и духовное необходимое событие. «Вкрытие мечети – благое дело. Спасибо большое фонду Сали Калорпак и, в частности, Болату Назарбаеву за такой подарок житсусцам. Место выбрано удачно. Заезжающие из мегаполиса первым девом увидят этот архитектурный шедевр. Я, как строитель, восхищен его красотой». Культовое сооружение отличается оригинальным архитектурным решением и особенным стилем. Оно состоит из двух этажей. Кроме зала для молитв, весь и комнат для персонала предусмотрены свадебные и зрительные залы. Новая мечеть носит название «Таубе», что переводится как «покаяние». Главным имамом назначен Керембек Даутов. «Мне очень понравился город Таудокурган. Такой величественный, красивый. Теперь у этого города есть достойная мечеть. Этот год был тяжелым. Однако мы должны не переставать верить в Бога, молиться Ему и быть едиными. Только так мы сможем миновать все невзгоды». Бесспорно, мечеть Таубе станет не только украшением города, но и центром духовно-нравственного воспитания молодежи, подчеркнул Верховный Муфти Казахстана. Дополним, открытие нового храма приурочено к 30-летию Духовного управления мусульман Казахстана и юбилею независимости РК. Дамир Анитов, Габид Кавдрахман, Мадиб Айбосынов, телеканал ЖИЦУ. Почет и уважение. Ряд социальных работников Алматинской области награжден в передверии их профессионального праздника. Торжественное мероприятие прошло с участием заместителя Акима области Батржана Байжуманова. Напомним, эта дата отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В настоящее время на территории региона неустанно трудятся более трех тысяч работников социальной сферы. Эти люди первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Именно они работают с малообеспеченными гражданами, людьми с особыми потребностями и пенсионерами. В этот день никто из них не остался без внимания. А самым лучшим накануне профессионального праздника вручили почетные грамоты и благодарственные письма от Акима Алматинской области. Так, три руководителя центров были награждены юбилейной медалью 25 лет Конституции Казахстана. Кроме того, подвели итоги конкурса, по результатам которого выявлены победители в трех номинациях. Лучшая трудовая династия, лучший наставник работающей молодежи и лучший молодой работник производства. Это очень большая сфера. Это социальные работники. У нас в области более трех тысяч человек трудятся в социальной сфере. Это работники психоневрологических диспансеров. Это работники домов престарелых, дом ребенка. Все, что касается социальной ответственности государства. Поздравляю с профессиональным праздником в социальную сферу. Пожелали успехов, удачи. Это большой труд. Это надо иметь очень большое сердце, чтобы продолжать свою работу. Чтобы ежедневно сталкиваться с трудными жизненными ситуациями людей. 30 тысяч гектаров земли задействовано в этом году в Толгарском районе под сельхозугодие. Осенне полевые мероприятия уже подходят к концу. Несмотря на засушливое лето, валовой сбор и средняя урожайность выше прошлогодних. Об итогах уборочной кампании и дальнейших планах рассказал глава агропромышленного холдинга Байсерке Агро Тимирхан Досмухамбетов. То Байсерке Агро многопрофильное хозяйство. Здесь занимаются племенным животноводством, земледелием, растеневодством, а также переработкой мяса и молока. Для получения качественного и высокого урожая сельхозкультур холдинг тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами. Такой симбиоз науки и производства уже дает весомые результаты. Например, здешняя кукуруза дает урожай в 120-140 центнеров с гектара, а соя – от 32 до 49 центнеров. Стоит отметить, что в прошлом году средняя урожайность сои по стране составляла свыше 19,5 центнера с гектара. Высоко оценил работу Байсерке Агро депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области Султан Дюсимбинов. Сегодня мы познакомились с работой агрохолдинга Байсерке Агро. Увидели, как применение инновационных технологий может помочь агропромышленной сфере. Только с пшеницы урожайность здесь составляет 45-50 центнеров с гектара. Это высокий результат. Опыт, который здесь собран, внесет огромный вклад в развитие аграрной науки страны. На балансе ТО Байсерке Агро 3600 гектаров посевных полей. На 500 уже применяется система капельного орошения. На опытных полях работают ученые Казахстанского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства. Как отмечают специалисты, их главной задачей остается довести посевы отечественными семенами до 50%. Пока эта цифра составляет 30%. Так как наша страна ежегодно закупает семена более 600-700 миллионов тенгей ежегодно зарубежных партнеров, мы сейчас как бы хотим конкурировать с зарубежными партнерами по подработке семян. Значит, так как у нас имеются свои гибриды, мы в своем цеху проводим такие технологические операции, как протравливание, инкрустирование, дрожжирование, капсулирование. Семена, которые завозятся, я не думаю, что они сделаны классическим методом. Все-таки там присутствует ген ГМО, вот присутствует, поэтому это для Казахстана не представляет интерес в дальнейшем. И потом, знаете, есть большой риск завоза карантинных объектов, таких как вредители. Очень много же, например, бактериальный ожог, у нас в Казахстане никогда такого не было. Значит, завезли. Глава агрохолдинга Тимирхандус Мухамбетов также поведал об успехах в животноводстве. Здесь тоже нашлось, чем гордиться. Новая технология выращивания телят позволяет достичь живой массы животного в 380-400 килограммов уже в возрасте 16 месяцев. На сегодняшний день на ферме содержится более 600 коров. Роботизированный доильный зал работает 24 часа в сутки, а коровы сами решают, когда их можно доить. В специальном загоне робот производит автоматическую очистку аппаратуры и коровьего выменем, подает корм и собирает молоко. При таком современном подходе одна корова может принести 32 литра молока за сутки. А совсем скоро будут построены еще два коровника на 800 голов, отметил глава агропромышленного комплекса. Казахстан стал первой страной из числа бывшего СНГ, вырастившего грецкий орех в пробирке. Максимально приспособленных к более суровым климатическим условиям сеянец смогли вырастить в дендрологическом парке Инбекши Казахского района Алматинской области. На реализацию проекта ушло три года. Сейчас уже создан коллекционный сад. В лаборатории дендрологического парка происходит все самое интересное. Здесь в маленьких сосудах можно увидеть разные виды растений. Больше всего привлекают внимание будущие ореховые деревья. Над этими крохотными растениями ученые работают вот уже три года. Они методом микроклонального размножения в пробирке получают генетически идентичных исходному экземпляру растения. В основе метода лежит уникальная способность давать начало целому растительному организму. По словам научного сотрудника Татьяны Яушевой, самым большим достижением стало получение корней собственных ореховых саженцев. Достичь поставленной цели было делом не из легких. Самый сложный, конечно, процесс – это введение в культуру. Нужно получить асептический материал, то есть стерильный. Это самое-самое сложное именно в размножении микроклональным грецкого ореха. Но вот нам как бы удалось это все. Теперь мы размножаем несколько сортов. Это, во-первых, ляохэ. Это китайский сорт низкорослый. Он плодоносит на второй год после посадки. Еще у нас есть местный сорт, идеал. Асептическая форма – тоже такой неплохой крупный орех. Еще мы размножаем формы, которые уже собирали сами по нашему району и по Казахстану. Ну а дальше происходит размножение уже в теплице. В этой работе применяются традиционные способы. Главное – были отобраны самые лучшие формы грецкого ореха. А для этого учеными в первую очередь проведены экспедиционные обследования в Алматинской и Туркестанской областях, позволившие выявить перспективные и высокоадаптивные местные формы с хорошим качеством плодов, сообщает профессор Сергей Олейченко. Это саженцы закрытой корневой системы. Мы их реализуем фермерам. Уже как бы очередь стоит даже на их реализации. Вот мы их реализуем. А посадка закрытой корневой системы позволяет избежать послепосадочного стресса и обеспечить стопроцентную приживаемость. Этот проект, финансированный Министерством образования и науки, позволил сделать полезное для республики. На территории дендрологического парка сейчас уже имеется маточно-коллекционный сад. Каждая деревца здесь растёт под пристальным вниманием учёных. Результатом они довольны. Высота растения чуть больше метра. Новые формы выглядят достаточно уверенно. Деревья адаптировались к новым климатическим условиям. Задача выполнена. Теперь же будет легче делиться Рустам Исмаилов, который, как и его коллеги, болеет душой и сердцем за каждое ореховое дерево. Зиму 2019-2020 они перенесли хорошо и дали такой хороший прирост в пределах одного метра. До этого мы просто выращивали саженцы грецкого ореха. Просто не сортовые, а обычный грецкий орех местный сеяли, выращивали и продавали. Но в результате вот этого проекта теперь будем переходить на сортовой посадочный материал грецкого ореха. Кропотливая работа финансировалась государством. Средств на выявление и дальнейшее размножение новой формы грецких орехов было достаточно, говорят участники проекта. 20 миллионов тенге в год были эффективно использованы. Результат – в ЖТСУ будут свои высокопродуктивные ореховые деревья и даже сады. Гульнас Мустафа, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. Инвестиции в будущее. В числе ключевых пунктов руководства Алматинской области – охват дошкольным образованием. В регионе особое внимание уделяется привлечению частных инвестиций и созданию комфортных условий ведения бизнеса. Благодаря предпринятым мерам обеспеченность дошкольным образованием выросла более чем на 20%. Край ЖТСУ за короткий срок прорвался в лидеры в этом приоритетном вопросе, поставленном главой государства Касым Жумартом Тукаевым. Алматинская область – лидер по охвату детей дошкольным образованием. Уровень составляет 98,5%. Еще в 2015 году показатель едва достигал 77%. Быстрый рост показателя достигнут благодаря привлечению частных инвестиций. Благодаря частному сектору у нас 51 тысяча детей, охваченные, к примеру, частными дошкольными организациями. Основной рост частных дошкольных организаций влияло на размещение государственно-образовательного заказа в дошкольных организациях, независимо от формы собственности. Сейчас в области действует порядка 1200 дошкольных организаций. 183 из них – государственные, 680 частных детских садов и 332 мини-центра. Для комфортного ведения бизнеса руководство области помогает дошкольным организациям всеми необходимыми условиями. Разработанный механизм государственного частного партнерства очень удобен для бизнеса в том плане, что своевременно можем оплатить заработную плату работникам. Для многих родителей скачок роста дошкольных заведений заметен сразу. Если старших детей раньше трудно было записать в детсад, то сейчас младших можем даже выбирать, в какой записывать, рассказывают они. Первый ребенок ходил в садик, нам было очень трудно устроиться в садик, потому что было много очередей, мы стояли в очередях и не могли никак попасть в садики. Сейчас мой второй ребенок уже ходит в садик, сейчас уже более распространенные садики. Есть всякие частные, которые предоставляют все условия, для ребенка создают. Сейчас я могу без проблем устроить своего ребенка в садик. Согласно поручению президента Казахстана Касым Жомар Татукаева, охват дошкольным образованием в стране должен быть достигнут 100% результата к 2025 году. Потенциал Алматинской области позволяет достигнуть поставленных целей. Ильман Раенбеков, Жай Курманбаев, телеканал ЖИТСУ. Сегодня главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. Документ предполагает усиление мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции в пунктах пропуска на государственные границы Казахстана. Согласно постановлению, все прибывшие в Казахстан авиапассажиры обязаны представить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения границы с Казахстаном. Детям до пяти лет справка не нужна, но она должна быть у сопровождающих их лиц. В аэропортах Казахстана у прибывающих должны измерять температуру. Если она будет повышенной, то независимо от наличия ПЦР-справки их изолируют в инфекционный стационар. Транзитные пассажиры не смогут покинуть транзитную зону. По аналогичной схеме проводится работа с людьми, прибывающими в Казахстан через пункты пропуска на госгранице, на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах. Водители транспорта, осуществляющие международные грузовые перевозки, проезжающие транзитом через Республику Казахстан, проходят термометрию и анкетирование. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана поручено обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений. Постановление вступает в силу с 0 часов 27 октября 2020 года. Я горжусь своим флагом. Такую акцию запустили казахстанцы в социальных сетях. Она направлена на повышение статуса символа независимости. Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили спортсмены, общественные деятели и государственные организации. Мы привыкли, что государственный флаг должен быть установлен только в государственных учреждениях. Этой акции мы хотим показать, что и простые граждане могут использовать его. С уважением к государственным символам начинается любовь к родине. Флаг – это одна из основ нашего независимого молодого государства, говорят организаторы акции. Дети – это наше будущее. Благотворительная акция в поддержку особенных детей прошла в Талдыкургане. Эстафету добра организовали предприниматели города и неравнодушные меценаты. Вместе со всеми в мероприятии принял участие и наш корреспондент. Благотворительный проект в поддержку ребятишек со сложной судьбой не преследует цель сбора денег. У него другие ориентиры. В первую очередь – это забота о здоровье детей с инвалидностью. Для её достижения устроители тесно сотрудничают с организацией «Байтерек», занимающейся лечением и уходом за особенными детьми. Поэтому почётные гости мероприятия – мальчишки и девчонки, получающие лечение в дневном стационаре. Наша организация рассчитана на 90 мест для детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. На данный момент 89 из них уже заняты. Деятельность мы осуществляем с 2006 года. Нас поддерживают многие спонсоры, но акция такого масштаба за этот год проходит впервые. Хочется сказать спасибо всем неравнодушным людям, которые поддерживают нашу благотворительную организацию. Не второстепенную важность имеет и привлечение внимания общественности. Организаторы акции призвали и других предпринимателей присоединиться к благотворительной деятельности и поддержать детей с инвалидностью. Их инициатива стала достойным примером, и несколько предпринимателей уже изъявили желание поддержать эстафету. Мы хотим, чтобы обратили внимание неценаты, а общественные деятели на данную акцию. В дальнейшем, чтобы была помощь детям. Для детей мы закупили спортивно-здоровительный инвентарь. Они состоят из мячей, ковриков, массажные кресла. Есть литература учебная. Группа аниматоров доставила радость маленьким гостям и их родителям увлекательной шоу-программой, окончившейся щедрым застольем. Сегодня мы участвуем в благотворительной акции, посвященной детям с инвалидностью. Спасибо огромное всем людям, которые решили внести свою лепту и принять участие. В Байтирек моя дочь ходит уже около пяти лет. Она с нетерпением ждала сегодняшнего мероприятия и очень рада его наступлению. Её настроение на высоте. В ходе благотворительной встречи представители предпринимательского сообщества выразили надежду, что данная акция позволит привлечь к решению проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы. И это, в свою очередь, положительно скажется на уровне и качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью и создании условий для развития и реабилитации. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, Телеканал «Зицу». Порядка 80% несанкционированных мусорных свалок ликвидировано в текущем году в Алматинской области. Из выявленных за два года 867 на сегодняшний день насчитывается менее 160. О итогах работы в этом и других направлениях поделились представители Департамента экологии по Алматинской области на брифинге с участием представителей СМИ. Так, одним из способов выявления стихийных свалок является система дистанционного зондирования земли, или так называемый геопортал. Наряду с этим ведутся и рейдовые мероприятия под эгидой «Чистый воздух». По словам спикеров, на текущий момент актуальны шесть экологических проблем региона. Это увеличение объема твердобытовых отходов, вместе с ним и рост числа стихийных свалок. К проблемным объектам также относятся радиоактивное месторождение Панфиловского района и накопитель сточных вод «Сорбулак», в том числе и не видевшие ремонта канализационной сети в ряде населенных пунктов Алматинской области. С начала года специалистами Департамента проведено 20 проверок. Зарегистрировано свыше 150 нарушений природоохранного законодательства. Сумма административных штрафов составила более 8 миллионов тенге. В настоящее время работают 16 мусоросортировочных заводов с общей мощностью 343 тысячи тонн. В ближайшее будущее будут вводиться два мусоросортировочных завода. Казвест Энерджи Казахстан – 120 тысяч тонн и ТО «Зорбиогаз» – 100 тысяч тонн. Актуальной проблемой остаются несанкционированные стихийные свалки. В этом направлении Департаментом экологии проводится огромная работа совместно с акиматами района, с акиматами области по устранению стихийных свалок. Красота дара! Пять салонов красоты, оказывающих бесплатный сервис, открылись в Талдыкургане. Бьюти-услуги «За спасибо» стали доступны посетителям благодаря проекту развития молодежного корпуса «ЖАЗ-Проджект». Его основной приоритет – помощь с трудоустройством нуждающейся молодежи. Таким образом, оказание безвозмездных услуг в сфере индустрии красоты – инициатива участников данного проекта. На реализацию их бизнес-идеи ушло два месяца и один миллион тенге. Теперь позволить себе бесплатную стрижку или уход за ногтями может абсолютно любой житель города. Проинспектировать работу начинающих бизнесменов приехали представители «ЖАЗ-Проджект». В течение двух дней проходит миссия Всемирного банка на территории Алматинской области. Представители Всемирного банка, Координационного агентства и группы по управлению проектом приехали для того, чтобы посмотреть проекты, которые реализуются на территории области. Сейчас мы находимся на территории одного из проектов. Это салон красоты для людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных людей, многодетных семей. Мы сейчас знакомимся с самими участниками, смотрим, что они уже делают, как они осуществляют работу. Да, я думаю, что если это кому-то нужно, то однозначно оно себя оправдало, потому что если у них есть, даже сейчас вы видите, посетителей, значит, это все-таки кому-то нужно. Первое – это помощь самим участникам, это развитие их навыков. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин